Путин, развязав войну против Украины, в том числе хотел уничтожить украинскую нацию, а вместо этого еще больше ее сплотил и объединил. Дал новый толчок для саморазвития, укрепил идентичность. Более того, теперь весь мир знает, что Украина не Россия и никакие не братья украинские и российские народы. В чем Путин просчитался и как под бомбами, ракетами и террором украинская нация только еще сильнее укрепилась? Об этом поговорим с Евгением Близнюк, социологом, основательницей и директором компании «Градус Ресерч» и «Корристоун Групп». Здравствуйте, Евгений. Доброе вам утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Путин хотел уничтожить украинскую нацию, а наоборот ее еще сильнее сплотил. В чем же просчитался российский президент? Знаете, это такая сила сопротивления, которая включилась в абсолютном большинстве наших людей. Это иллюстрируется такими цифрами интересными, как, например, основная эмоция в нашем обществе от начала войны и до сих пор сохраняется гнев. Люди рассержены, особенно мужчины, женщины чуть-чуть еще боятся, но мы сейчас живем в обществе разгневанных мужчин, которые способны, намерены и хотят защищать то, что имеют. Второй аспект – это то, что украинцы, конечно, увидели, что им есть что терять. У нас многие годы сохранялась такая культура, когда мы говорили о том, что нам не нравится, что плохо. Это было залогом развития, залогом демократии, возможно, даже, потому что президенты в нашей стране менялись регулярно. И, слава богу, именно потому, что украинцы были чем-то недовольны и выражали это недовольство. Но когда пришел внешний враг и попытался забрать то, что есть у людей, это привело к переоценке, к пониманию, что есть у нас не так уж мало. Когда мы проводим опросы с людьми, которые оказались за рубежом или которые оказались на Западной Украине, переехав с Восточной, они говорят о том, что в Украине жить хорошо, у нас есть много положительных моментов. Это и электронные сервисы, и сервисы, в принципе, и взаимоотношения привычные между людьми. И медицина у нас оказалась не такая уж плохая, доступная и качественная, мягкая, она пластичная. И товары и продукты вкусные. Ну, то есть люди начали осознавать, что жизнь была не так плоха, даже по сравнению с Европой. Именно поэтому, в том числе поэтому, большинство людей, которые оказались за рубежом, при первой же возможности поедут домой. На днях вышли цифры ООН, исследования ООН-опроса украинцев, которые оказались за рубежом, где говорится, что порядка 65% не намерены пока что возвращаться домой. Это все зависит и завязано на ситуации безопасности, как только люди, как только мамы с детьми, потому что преимущественно женщины выехали за рубеж, увидят, что в Украину домой возвращаться безопасно, они, безусловно, вернутся, потому что есть целый ряд стимулов, которые приведут их сюда. Это и семьи, это и родители, это и мужья, и какие-то привычные, любимые места. Потому что дом есть дом. И, конечно, самый оптимистичный показатель, который мы видели, видим сейчас, это то, что, наверное, впервые за историю социологических замеров большинство украинцев считает, что страна развивается, двигается в правильном направлении. Этот вопрос очень любят ставить, задавать респондентам все социологические службы, мы тоже. И сейчас порядка 53 респондентов считают, что в абсолютном правильном или, скорее, правильном. Обычно этот показатель колебался где-то в районе 10-15%. То есть это неимоверный рост, сплочение и уверенность, что да, мы платим высокую цену, но это испытание сделает страну сильнее, лучше, более развитой, демократической и так далее. То есть нам есть за что бороться и есть что защищать. И год назад мы проводили исследование про видение украинцами будущего, и тогда я говорила, что украинцы – это нация уставших оптимистов, которые надеются на лучшее, но живут тяжело, да, потому что у всех было такое пессимистичное настроение, денег мало, работы мало, все плохо, ну вот такой, знаете, негативизм. Сейчас я могу сказать, что украинцы – это нация упрямых оптимистов, потому что, несмотря ни на что, люди уверены, что, во-первых, страна победит, что, во-вторых, мы страну отстроим, и жить станет еще комфортнее, лучше и счастливее. Вот вы уже несколько раз упомянули об этой такой максимальной сплоченности, которую сейчас испытывает украинский народ. Была ли эта цифра так высока ранее? Вот почему, например, мы уже переживали такие трагические события для нашей, для украинской страны? Это и аннексия Крыма незаконная, и война на Донбассе. Украинцы пережили несколько революций, тоже достаточно болезненных и трагических. Была ли вот такая максимальная сплоченность тогда, и почему она сейчас такая максимальная? Потому что теперь война коснулась буквально каждого? Да, действительно, вы правы, война коснулась каждого. И к этой сплоченности, к рождению нации мы шли через все те события, о которых вы сказали. Потому что каждый раз, на каждом уровне вот эта идентификация, да, национальная идея становилась все сильнее и сильнее. И сейчас мы фактически проходим через ситуацию, когда очень четко понятен внешний враг. Потому что и во время революции достоинства, и во время аннексии Крыма, вот эти голоса, они все так однозначно звучали достаточно сильно. И потребление российских медиа было высоко. Сейчас, конечно, ситуация с информационной безопасностью значительно лучше, легче. И людям понятнее, что происходит. Евгения, вот вы сказали, в частности, как изменил украинцев, собственно, начало войны. А вот эти вот фактически пять месяцев, которые уже прошли, вот они как повлияли на украинцев? Вы знаете, самый устойчивый эффект, интересный, который мы видим, это сокращение горизонта планирования. Если там лет пять назад люди планировали на несколько лет вперед, да, они понимали, что они сейчас, например, работают здесь, потом хотят работать там, дети пойдут в школу или в садик, ну и так далее. Была какая-то линия перспективы. Первое сокращение произошло во время ковида. Люди перестали планировать годами, они начали планировать месяцами. А сейчас, во время войны, люди думают про, ну там, на несколько дней вперед. То есть это такая, знаете, механизм, каким образом удержать себя в зоне нормальности. Потому что сейчас никто не может, конечно, думать даже там на пару дней вперед. Евгений, вот немного цифр, вот в частности в начале марта, буквально через несколько недель после начала полномасштабного вторжения, ваша социологическая компания проводила исследования. И там вот были такие цифры. На вопрос, какие эмоции украинцы испытывают в связи с ситуацией, на первом месте был гнев. Вот то, что вы, в принципе, вначале и сказали, что да, очень много разозленных, разгневанных мужчин. Вот гнев был у 62% на первом месте, а потом только был страх, напряжение и разочарование. То есть вот получается, что большинство населения, 86%, вот они испытывали, грубо говоря, сплоченность в своих ощущениях, в своих чувствах. И вот насколько вот есть изменения вот в этих вот цифрах сейчас, опять-таки через эти вот пять месяцев, которые прошли? Гнев остается на первом месте. Он тоже выше 60%. То есть это гнев — единственная конструктивная эмоция, которая ведет к какому-то действию. Потому что страх, раздражение — это эмоции, которые приводят к реакциям замирания или бегства. А гнев — это драка, да, это агрессия, которая выливается в какие-то конструктивные шаги по защите, по построению своей жизни и так далее. Человек действует только из гнева. И вот эта сплоченность в гневе по отношению к внешнему понятному врагу, который уже очевиден для всех. У людей нет опции сказать «не все так очевидно». Все очевидно. Разрушенные города, разрушенные земли, убитые люди — это факты, с которыми мы все живем. Поэтому гнев остается очень высоким. У женщин добавляется много страха, потому что… Ну, это естественно физиологически. Женщины отвечают за детей, за семью. Они переживают и волнуются за всю ситуацию, стараются каким-то образом удержать. У мужчин на втором месте после гнева стоит раздражение. Ну, то есть они очень заточены на борьбу и на победу. Какой будет украинская нация после войны? Каким будет то поколение, которое вот сейчас, вот эти дети, которые бегают, играют в войнушки и воюют против российских оккупантов? Каким это поколение, вот украинское поколение, родит война? Мне кажется, что основной чертой, которая, основной трансформацией, которая произойдет с нами, будет гордость за свою страну. Потому что на протяжении этой войны мы чувствуем, что мы что-то можем, много чего можем. Сопротивляться условно второй армии мира, отстаивать свою независимость и свое существование, по сути. После того, как украинская нация пройдет, это горнило изменений, это горнило такого сумасшедшего прессинга снаружи. Я подтверждена, что наши дети будут переживать гордость за страну и за то, что мы выстояли. Евгений, вот вы сказали, какое будущее, собственно, ждет тут украинский народ. А какие прогнозы по поводу российского народа? Потому что совершенно противоречивые могут быть сценарии, грубо говоря. Как на ваш взгляд? Понятно, что во многом повлияет на это результат этой так называемой спецоперации. Но тем не менее, как вы считаете? Я внимательно смотрю и отслеживаю результаты социологических опросов в Российской Федерации. И могу сказать, что точно результаты, вероятнее всего, отличаются от официальных цифр, которые опубликуются опросными компаниями. Во-первых, потому что очень-очень мало людей в России соглашаются, в принципе, проходить опросы. Соответственно, если нет сейчас уже такой массовой поддержки условно-специальной операции в Украине, если так много людей считают, что ее необходимо закончить, можно скорее, да, недавно будут пытались эти цифры. Вероятнее всего, нация массово начнет просыпаться после того, как война будет завершена тем или иным способом. Я не ставлю под сомнение, что она закончится в пользу Украины. После этого люди будут переживать определенный шок встречи с реальностью. Спасибо вам, Евгения. Евгения Близнюк была с нами в прямом эфире. Социолог, основательница и директор компании «Градус Ресерч» и «Корристоун Групп». Говорили о рождении украинской нации. Спасибо вам, Евгения. Всего доброго.